Постоянного еще не было должности генерального прокурора. Отправили там абсолютно неправильно сформированное уголовное дело. Вы считаете, что это тот запрос, который был еще направлен в свое время прокуратуру антикоррупции при Мораре? И даже запросы, которые ушли вслед, как работает Интерпол, чтобы вы понимали. Во-первых, там до сих пор, я об этом говорил год назад, комиссию по контролю за файлами возглавляет бывший адвокат Плохотнюка Виталий Порлок, с которым я боролся год в Интерполе, и почему его не отозвал? Поймите, Андрей Анастасий, ладно, Андрей Анастасий не успел разобраться в МВД, он занимался крестами и церквями. Но после этого же специалист, Паша Войку, министр внутренних дел, Киику, премьер, Дадон президент. То есть страна, да, он избрался на должность. Я, честно говоря, не знаю процедуру отзыва представителя Виталий Порлоке. Я вам рассказываю. Порлоке избрался на эту должность. Так а как тогда МВД Молдова? Страна, но он же от страны избрался. Он не избрался от Украины или от Уругвая, от страны. То есть страна, ввиду того, что обслуживал интерес олигарха Плохотнюка, который совершил ряд преступлений, захватил государство и так далее, отозвать. Так же, как они отзывали и не давали идти еще одному представителю Фридолин Лекарь. Вот вспомнил фамилию, да? То есть там же Анастаса целую развел операцию. То он там договаривался с Фридолином, то не договаривался, то опять договаривался, как и с Кавкаликом и другими. Вы утверждаете, что запрос по международному розыску Плохотнюка был специально составлен слабо с самого начала, так, чтобы потом им было отказано? Сейчас не запрос, а само дело было очень слабо. Потому что что сейчас написал Интерпол сюда? Они просто не имеют права публиковать, да? Интерпол написал... Откуда вы знаете, что сейчас написал? Можно я расскажу? Или... Сначала расскажите, а потом не забудьте добавить, откуда вы это знаете. Значит, Интерпол отправляет им документ на прошлой неделе, в котором пишется, короче, Плохотнюку родного все выставлять не будем, но это красный угол международный мандатный арест, и вообще вы нам больше на него ничего не отправляете, мы его больше выставлять не будем. Все, они главное... То есть дальше, если господин Стояногла, даже вот дело по краже миллиарда, да, там была пресс-конференция, любое другое преступление они не будут принимать. А как такое возможно? Ну, а вот так, потому что было доказано первый раз, что это политически мотивированное преследование, да дон же как бы гроза... А если это будет другое уголовное дело? Наталья, еще раз вам говорю, значит, уникальные случаи в мировой практике, я говорю про Интерпол, не Национальное бюро Интерпола Молдова, а про Леон, когда происходили подобные изменения. Это единичные случаи за всю историю Интерпола. Я, как человек, который боролся с Плохотнюком, Парлогом, со всей этой системой в течение года, у меня были очень хорошие английские адвокаты, и я изучил и Конституцию Интерпола, и все остальное. Поэтому, к сожалению, они делали все для того, чтобы помочь Плохотнюку остаться там, потому что, еще раз говорю, Плохотнюк, если попадает в тюрьму в научу... Я правильно понимаю, что теперь остается... Единственная возможность, как теперь Плохотнюка можно вернуть, это только путем двусторонних... на основании двусторонних соглашений с той или иной страной. Об оказании взаимной юридической помощи можно. Я вам другое скажу. Слава Богу, что помимо Додонов, Войку и прочих там борцов с Плохотнюком, в кавычках, есть люди, которые реально с ним борются, и я вам хочу сказать точно, что Плохотнюк после Нового года будет экстрадирован в Молдову. Понимаете, без Додонов, Войку, всяких этих нарисованных дел, которым они помогали. А будут экстрадированы на основании запроса, который направил Генпрокуратуру? Наталья, давайте я сейчас не буду раскрывать скобки. Важно, что его привезут на русиках, и он должен ответить перед этим народом. Он не должен отвечать перед... А почему после Нового года, а не сейчас? Ну, потому что есть определенные процессуальные действия. Как, это же не так, взял раз там, это же вот... А Синь, а можно узнать, а вот те, которые предпринимают эти процессуальные действия, они что, сразу пишут телеграмму Рената Усатому в город Бельце, чтобы он был в курсе, какие там действия они предпринимают? Я говорил, у вас в студии в 2014-м, и в 2016-м, и в 2018-м, и в 2019-м. Я сегодня говорил, я буду сотрудничать с любой спецслужбой мира, если это во благо нашего народа.